Опора нашей страны – пример для подражания. Герои Советского Союза, герои России, герои труда, кавалеры орденов славы прибыли в Щелково по приглашению главы района. На встрече с представителями областного совета ветеранов и общественной организации «Гордость Подмосковья» в районной администрации Алексей Валов отметил роль авторитета ветеранов в воспитании молодежи. Только ваше начало, которое вы исповедовали в детстве, в юношестве, в зрелом возрасте, которое позволило вам стать на такой уровень, стать такими заслуженными, уважаемыми людьми, героями, позволит молодому поколению еще раз дополнительно увидеть пример для подражания. Встречи ветеранских организаций на Щелковской земле давно стали традицией. Нынешняя была приурочена ко Дню Защитника Отечества и столетию образования вооруженных сил страны. Очень рад от имени нашей более чем полуторамиллионной организации, объединяющей людей старшего поколения Подмосковья, приветствовать здесь, на Щелковской героической земле, поздравить от имени областного совета ветеранов с Днем Защитника Отечества. Председатель областного совета ветеранов Виктор Пикуль вручил организации «Гордость Подмосковья» копию своего флага с изображением Георгия Победоносца. Небесный покровитель будет помогать офицерам в общественной работе. Ветераны возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы в Щелкове, побывали с экскурсией в Троицком соборе. На встрече с молодежью в районном культурном комплексе почетные гости рассказали, за что получили государственные награды. В этом зале Щелковского районного культурного комплекса собралось будущее России. Молодые люди задействованы в самых разных отраслях экономики. На вопросы отвечают герои России, летчики, испытатели, даже космонавты. Вот сейчас, на данный момент, отвечает на вопросы герой России Виктор Рейнев. Хотел бы задать вопрос, если у нашей молодежи не длежатся по большей команде космонавтов. Если да, то что ли мы не обходим? Математика должна быть как минимум пятерка, физика должна быть как минимум пятерка и хотя бы русский язык как минимум пятерка. Вот эти три позиции нужно обязательно закрывать пятерками. Выбрать правильный личностный ориентир и смело идти к поставленной цели. Это, по мнению Виктора Рейнев, необходимо молодым людям, которые хотят добиться успехов в своей профессии. Для молодых ребят это очень важно, потому что они пока не могут векторы свои определить, куда дальше двигаться, на кого ориентироваться, с кого бороться. Я думаю, что эти люди, которые сегодня собрались, это уникальные люди, это легендарные личности, каждый в себе героический герой. Поэтому, я думаю, как пример для наших ребят, для нашего будущего. Все вот эти герои всех времен, они передают нам то, ради чего вообще-то человек живет на земле. Ради того, чтобы передать новому-новому поколению. Я считаю, что эти встречи очень полезны, полезны для молодого поколения, для нас самих узнать, что они пережили, что они чувствовали. Общение поколений продолжалось около часа. О своей работе, принесшей им звезду героя и народную славу, успели рассказать летчик-космонавт Евгений Тарелкин и герой-афганец Владимир Шивцев. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».